Он напишет уже фантастическую работу, где люди будущего в недрах океана что-то изыскивают. То есть это как бы начало. Заведующая музеем истории Балакова Кристина Белова показывает картины художника Геннадия Голобокова, которые вернулись с реставрации. Одна из них – «Русалка», продолжением которой станет «Континентальный шельф». Всего же пять работ Голобокова полгода находились в Саратове, где над ними кладовал специалист Андрей Моченцов. Сотрудники музея выбрали те картины, которые больше остальных нуждались в реставрации. Средства на их сохранение выделил Балаковский филиал АО «Апатит». Отреставрирована одна из самых ранних его работ, называется «На открытие мира». Рада, что она обрела новую жизнь, потому что она была совсем в плачевном состоянии, скручена в рулон. Скорее всего, это те работы, которые художник ценил, потому что они не были проданы, они хранились в доме, где он жил. Вообще, изначально музей истории Балакова задумывался как выставочный зал Голобокова. Но в итоге работ художника в нём оказалось всего две. Эту несправедливость исправил случай. «В октябре прошлого года мы получили такой шикарный подарок от потомков его старшей сестры Капитолины Григорьевны Соломатиной. Они продавали дом Голобоковых, что на Советской, в котором жил художник и его сестра. Решили оставить наследие, которое хранилось в этом доме, нашему музею. И мы получили в дар более 30 работ художника». Картины, которые оказались в музее, это в основном ранние полотна мастера, которые практически не выставлялись. Они имеют особую ценность, потому что показывают становление Голобокова как художника. К тому же на них можно угадать городские пейзажи, зарисовки с комсоморских строек, такими, какими их представлял Геннадий Григорьевич, который был прикован к постели и потому почти не покидал своего дома. «Когда еще Геннадий Григорьевич учился в художественном институте, ему часто писали одно единственное замечание – вам нужно чаще бывать на пленерах. А знаю судьбу художника, мы понимаем, что это было крайне сложно делать, поэтому зачастую на его работах какие-то, ну не то чтобы вымышленные, там есть, конечно, ориентиры, но очень сложно сейчас с реальной местностью сопоставить». Тем не менее, писал Голобоков именно Балакова. Вот растут новые микрорайоны и строится Саратовская ГЭС на Волге. Вот комсомольцы, которые устроили небольшой концерт прямо на стройке. А здесь – улочки старого города. Геннадий Григорьевич любил родной край и поэтому символично, что именно в музее истории Балакова оказались его картины. И именно здесь скоро откроется большая выставка, посвященная нашему земляку. «Сейчас мы планируем подготовку зала под этот выставочный проект. И, конечно, это тема художник Голобоков, да, плюс еще комсомольские стройки, которые мы тоже покажем, плюс еще мы покажем людей, которые его окружали, помогали, балаковцев, которые приняли большое участие в его судьбе. И следующий год для Голобокова юбилейный, поэтому, скорее всего, в следующем году, весь год эта выставка будет работать. И мы очень благодарим балаковский филиал «Апатит», который пошел нам навстречу и оказал очередной вклад в развитие нашего музея и сохранение истории города». Выставочный проект, который заработает в Музее истории Балакова к юбилею художника, будет носить название «Геннадий Голобоков – посланник будущего», ведь он известен именно как художник-космист. Тем удивительнее для балаковцев будет увидеть работы, посвященные любимому городу и его истории, картины, сохраненные для потомков.